Добрый вечер! Я думаю, значительный. Я, конечно, не владею всей ситуацией, могу о масс-фильме сказать, где я стою директором. Но это, я думаю, мы так до конца не считали, но порядка 100 миллионов мы потеряли. Учитывая, что мы не получаем бюджетных средств и существуем на те средства, которые сами зарабатываем, то это для нас достаточно существенно. А как вы думаете, как скоро наверстаем? Ну, что касается масс-фильма, надо сказать, мы как-то вот за последний месяц уже в общем нельзя сказать, что совсем так восстановились. Но, в принципе, по загрузке у нас неплохая ситуация. То есть у нас как-то восстановилось в основном. Вот, поэтому у нас, в общем, более-менее, я думаю, складывается все. Но я не знаю, как... Я думаю, больше всех вот кинотеатры пострадают, мне кажется. Потому что все равно кино у нас все-таки в основном дотационное. Но ведь не состоялась масса премьер вообще в мире. Но многие ушли на платформы онлайновые. Да, я думаю, потом кинотеатры в основном-то у нас частные. В принципе, конечно, для них это, я думаю, серьезный удар. Но там я был вот на заседании кинофонда. И, так сказать, там был министр культуры Ольга Борисовна Любимова. И вроде так есть решение, что каким-то образом кинотеатрам будет какая-то поддержка оказана. А вы, кстати, с Любимой были знакомы до ее назначения? Ну, я был знаком в том смысле, что я знал, и она же была заведующей, как это, кино, департамента по кинематографии в Минкульте. Вот там я и знал, и у нас были хорошие рабочие отношения. Вы можете двух министров сравнить? Мединского и Любимова, в чем они все-таки гендерно-то точно разные? Мне кажется, Ольга Борисовна такая более эмоциональная. Владимир Владимирович, он более, может, в том, что он такой более хладнокровный. А Ольга Борисовна более такая эмоциональная. А вы эмоциональны? Мне нравится, в ней есть такой, видно, что она переживает. Я не хочу сказать, что Мединский не переживал, но, видимо, он все-таки более такой закрытый, скорее, был. А Карен Шахназаров, он эмоциональный руководитель? Я вообще эмоциональный, да, но я стараюсь не показывать, но иногда прорывается. Кстати, насчет показывать, не показывать, в одном из интервью недавних вы признали, что вы сторонник теории заговоров. Ну, если мы говорим про эпидемию, пандемию, про все эти дела. И как раз вспомнили, что в 68-м году, многие не помнят, вот, из молодых, но в 68-м году был так называемый гонконгский грипп, воспитанный Высоцким. Там миллионы были смертей. Да, по-моему, два миллиона. Да, и в 2009-м была очень сильная эпидемия, и мер подобных никто не принимал. Здесь дружно все, кроме Белоруссии, Швеции, Японии, ввели локдаун. Как вы можете объяснить, как с точки зрения руководителя и менеджера, вот эти меры, почему они так вот были приняты единодушно, везде? Во-первых, про теорию заговоров. Я сторонник в том смысле, что я, в общем, пожив уже какой-то достаточный период на свете. Я так часто видел, что люди устраивают заговоры ради того, чтобы, знаете, там, два метра забор перенести у соседа. Такие сложные комбинации, что я понимаю, это ради господства на земле, там, денег, то понятно, что заговоры всегда существуют в этом, собственно, и состоит жизнь. Другой вопрос, что я всегда считал, что заговоры, как правило, они не удаются так, как они задумываются. Не по сценарию. Не по сценарию. Режиссер все меняется. Режиссер совсем другой, у него, как правило, другие планы. Что касается вашего вопроса по поводу такой общей, всеобщей реакции на этот пандемию, мне кажется, это феномен вообще современного мира, вот интернет-мир, где информация... Да, потому что сейчас невозможно, строго говоря, если одна страна принимает такие меры, я не представляю себе, как лидер другой страны может не принять их. Потому что люди, это значит, если ты не принимаешь адекватные меры, даже, может, если ты внутренне, так сказать, не вполне согласен, он как Трамп, да, он не согласен, он вынужден принимать, потому что его убеждает вся общественность, все это, он не может ничего сделать. Мне кажется, это вот еще феномен, это эпидемия, это эпидемия такого нового информационного пространства. В 68-м году этого не было. В 68-м году мы толком не знали, это было где-то Гонконг, там Азия. Нет, слышали даже песни. Ну, слышали, но это никак, это же не было интернета, не было деталей, не было вот этих слухов, интернет, вот этого давления. Сегодня интернет, мне кажется, очень оказывает большое давление на руководителей стран. Они вынуждены порой... Да, ну и руководители используют интернет. Вы Трампа упомянули, он же через Твиттер вообще повестку обозначает. Ну да, но он вроде как не признавал этого, в результате его вынудили признать это, и, так сказать, сейчас он вроде бы признает, хотя и протестует. Но я имею в виду, что, мне кажется, вот поскольку это так пошло от Китая, вот так вот надо действовать. И все стали действовать примерно одинаково. Потому что, а если ты не действуешь, значит, ты не заботишься о народе. Да, все плохо. Если ты не закрыл, не посадил всех на карантин, вроде ты, значит, это... Я думаю, что это такое, это связано вот с этой... Еще с тем, что все это сеть, интернет-сеть, она настолько пронизала общество, что очень трудно не считаться с этим. Мне так, это моя версия. Это моя версия, только некоторые такие мужественные лидеры, как Александр Григорьевич Лукашенко. Шведы помогут. Они стояли, а все остальные, они сели на карантин. А вы держали карантин сами? Мазки носили? Да, нет, я соблюдался, но я фактически работал все это время. Потому что, ну, все-таки студия... Такую студию не брошено, произвол судьбы, как масс-фильм. То есть, понятно, мы все, все цеха были закрыты, но охрана, всевозможные подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность, они работали. Но, остается, я как директор приезжал, так сказать, что все равно были какие-то все время вопросы. Потом бесконечные циркуляры присылали. С одной стороны, сказали, надо сидеть на карантине, а с другой стороны, масса распоряжений отовсюду присылали. Роспотребнадзор, правительство Москвы, правительство Российской Федерации, это все... Кстати, возвращаясь к Трампу и к Америке, вам, как к отцу американской дочери, наверное, в общем, следите за тем, что происходит за океаном. Вы считаете, что то, что вот эта движуха с делом Вайнштейна, с сексуальным харассментом, это заговор? Заговор? Как вы считаете? Или это... Я думаю, да, как я уже говорил, заговор, но не удавшийся, вылившийся в нечто другое. Хорошо. А то, что черные жизни имеют значение, это стихийная вещь или это тоже заговор, который... Я думаю, в целом, это стихийная вещь, но которой начинают пользоваться. То есть, неорганизованная, вы считаете? Мне кажется, нет, это неорганизованная. Я думаю, что я об этом много раз говорил, что Соединенные Штаты переживают примерно тот же процесс, который был в СССР. Какой период? Перестройки. Это перестройка. То есть, Трамп это Горбачев? А? Трамп это Горбачев? Трамп это... Вообще, по характеру он похож больше на Ельцина, но в данной ситуации он роль Горбачева выполняет. То есть, в принципе, он как бы вот... То есть, вы допускаете коллапс империи? Я допускаю, да, что это возможно. Я допускаю. Я не знаю, каким образом... Во-первых, не бывает, конечно, когда я говорю аналог перестройки СССР, вообще никакого исторического события буквально не повторяется. Но все-таки есть определенная закономерность. На мой взгляд, я, честно говоря, в 91-м году, когда советский флаг опустился, я подумал о том, ну, настанет время, когда американский опустится. Ну, так бывает. Америка осталась одна, как гигантский лидер. Она не менялась. Вся эта махина функционировала, так сказать, на протяжении 30 лет. Ну, если говорить по-простому, они надорвались. И мне кажется, они нуждаются в каком-то, да, в переделывании всей своей системы политической. Мне кажется, за эти вот 30 лет, которые прошли с момента развала СССР, мне кажется, Америка поменялась очень сильно. И в отношении к, ну, там, к сексуальным меньшинствам. То есть я еще помню времена, когда нельзя было гей-тематику упоминать. Сейчас, если нет геев в фильме, он не получит прокатное удостоверение условно. Дело все в том, что те события, как мне кажется, которые в Соединенных Штатах происходят, они, в принципе, близки. Потому что перестройка – это тоже в определенной степени революция. И на самом деле у нас произошла революция. У нас, кстати, собственность поменялась. То есть ее можно считать как контрреволюцией по отношению к 1917 году. У нас поменялась собственность по отношению к собственности. Но, в принципе, в Соединенных Штатах тоже происходят эти процессы. И они уже не поддаются логике. Вот сейчас говорят там, а вот они сносят памятники. Ну, а у нас что, не сносили памятники? А у нас что, не отрицали все? У нас отрицали в 1917 году, отрицали все, что было до 1917 года. В 1991 году, во времена перестройки. Ну, практически все, что было связано с советским периодом, я хорошо помню. И вы, я думаю, помните. Все отрицалось. Все, все, все фактически выкидывалось из истории. Это такой процесс, который для того, чтобы родилось что-то новое, надо обязательно отрицать старое. Вот они в этом процессе происходят. Это не поддается логике. У нас, я смотрю, у нас общество ведь буржуазное. У нас, если хотите, общество в определенной степени, так сказать, оно такое. Мы впрыгнули в такой капитализм. Ну, такой, я бы сказал, старомодный капитализм. Они приходят совсем к другому. У них, посмотрите, у них, в принципе, социалистические идеи начинают превалировать. Но совсем на другом градусе. Нам это непонятно. Поэтому у нас реакция довольно забавная. Наше общество у нас. Весь эстеблишмент российский, он возмущен. Ну, как так? Почему? Как вы допускаете? Нельзя допустить, что памятник Колумба сносили. Это невозможно. Я на это говорю. Ребята, а вы допустили, что Дзержинского снесли в 1991 году? Что вы удивляетесь? Для многих американцев Колумб это колонизатор. Пройдет этот период. Кстати, вполне возможно, что они перестроятся. Вполне возможно, что там придут и, скорее всего, так и будут новые политические лидеры. Про памятники. Когда снесли в Чехии памятник маршалу Коневу, я как раз перед нашим разговором вспомнил, что вы же росли в Чехии. Да, более того, я как раз жил, по-моему, на улице Коневого. Наш Коневого. Да, будучи тогда советским подростком, мальчиком, сталкивались с враждебностью со стороны чехов за то, что вы советский? Или вы вообще не замечали? Нет, дело все в том, что я два раза в Чехословакии был. Первый раз у меня отец работал в журнале «Проблемы мира и социализма». Мне было 10 лет. И тогда было очень хорошее отношение к советским. Отличное было отношение. Со стороны ваших сверстников к вам? Да, да, среди сверстников. И вообще, общее настроение было к советским. Было хорошее отношение. Потом у меня второй раз папа поехал работать. Это было уже после 68-го года. Я уже... Я просто приезжал, я не жил, но пару раз приезжал тогда к нему. Но тогда отношение было, конечно, такое. После 68-го года очень отрицательное. Вы считаете? Тогда могли и не обслужить. Хотя чехи в целом, они, конечно, народ достаточно дисциплинированный. Они свои эмоции... У них не было так, что это... Но было, да. Другое отношение. Вы знаете, у нас был в гостях, на вашем месте сидел, Николай Максимович Чискоридзе. И мы спросили у него, возможно ли восстановление отношений между Грузией и Россией. Он сказал, что этого не будет никогда. Вы считаете, возможно ли восстановление отношений между Чехией и Россией? Никогда нет такого слова в жизни. Такого слова... Это слово для тех, если кто хочет. И кому интересно мой совет или мнение, выбросьте это слово из своей жизни. Вы ничего не добьетесь в своей жизни, если вы будете это слово... То есть вы считаете, что возможно? Да, конечно, возможно. Абсолютно возможно. Это меняется, взаимоотношения меняются, меняются ситуации политические, системы меняются, союзники меняются. Ну, все, что угодно может быть. Такого понятия в жизни... На мой взгляд, единственное главное, что ты можешь из жизни вынести, это что в жизни может совершиться все. И это будет совершенно неожиданно. Знаете, а если про кино мы поговорим? Вот вы, когда делали свои ленты, будучи советским режиссером, у вас сразу там тысяча, полторы тысячи копий печатались. То есть это прокат в 15 нынешних странах, бывших республиках. Прокат в Восточной Европе, прокат в Монголии, где-нибудь еще в Вьетнаме. То есть сразу выходили на такой рынок. Возможно, что так ситуация разовется, что российский режиссер будет знать, что вот он делает кино, его будут смотреть не только в пределах фестивального пространства или в пределах российского проката. Я должен вам сказать, что в определенной степени, надо сказать, хотя у меня неоднозначное отношение к интернету, но интернет во многом это уже сделал. Потому что вот у нас кинотеатр на Масфильмы мы открыли, кстати, первый Масфильм открыл бесплатный кинотеатр на Ютьюбе. У нас все-таки там картина 150 с субтитрами есть. Это миллионы просмотров. Это миллионы. У нас там в неделю, если память не изменяет, Соединенные Штаты порядка 150 тысяч примерно просмотров в неделю. Ну, понятно, половина у мити-эмигранта, но видно по комментариям, что очень много американцев смотрит. Причем такая Индонезия, Филиппина, Латинская Америка, Европа. Просто у нас не хватает средств, чтобы больше вложить в субтитрирование. А еще лучше дублировать, конечно. Дублировать тогда бы еще больше аудитории было. Но я имею в виду, это возможно. Да я же говорю, Евгений, нет ничего невозможного в этой жизни. А кто 50 лет назад думал, что южнокорейские машины станут тем, чем они стали сейчас посмотреть? Ну, за 50 лет страна построила автомобильную промышленность. Все, что только не делают. Это все. А вот почему мы делали лучшие танки всегда, всю жизнь, и ни разу не могли сделать приличной машиной легковой? Ну, вы, поскольку вы моложе, поэтому вы не знаете, что, например... Что победа? Ну, победы нет, машины нет. Ну, например, советские фотоаппараты очень высоко котировали. Зенит Е, часы советские, бытовая техника. Кто сейчас об этом вспомнит? Там 60-е годы. Это было... Иностранцы раскупали вообще. Очень умело ушли от разговора про машину. Потому что машин мы так и не делали. Ну, машины не делали, а что? А вот американцы, они просто полностью доминировали. Сегодня как раз мы с водителем с моим ехали. Говорим, ты найдешь хоть одну американскую машину на наших улицах? Ни одной не нашли. Ни одной не увидели. Это страна, которая просто доминировала в этой области. Еще в 60-е, 70-е годы вообще весь мир был наводнен. Сейчас ты и в Европе не найдешь американских машин. Ну, как это? У кого? У Маркса, да, было. Нет, у Ленина. Неравномерное развитие. А может это... Ну, я имею в виду, все возможно. Все возможно. Главное, чтобы... То есть, возможно, когда... Главное, чтобы голова была, и чтобы руки были, и чтобы был правильный подход, и верить в успех. Поэтому нет ничего невозможного. Ну, вот если мы заговорили о машинах, как вы относитесь вот к ситуации с Ефремовым? Да. Я вообще не комментирую это дело. Просто потому, что я его хорошо знал с детства. Ну, знаю, да. Дай бог ему, конечно. Эта ситуация, ну, конечно, отвратительная. Ну, что говорить. На чьей стороне вы поддерживаете его? Кого? Ну, я не понимаю, как можно Михаила в этой ситуации поддерживать. Я даже не понимаю, как он может сам себя поддерживать. Ну, у нас разные гости здесь бывают. И кто-то выступает за, кто-то против. Я думаю, в этой ситуации ему надо было бы, на мой взгляд, вообще повиниться. Повиниться, сказать, простите, да, я виноват. И принять все, все, что ему, как говорится. Это ужасно. Убить человека. Причем, в общем-то, причем, ну, понятно, бывает, да, случайность. Ну, вообще, ну, мы же знаем ситуацию. Поэтому, если хотите, я, конечно, сочувствую по-человечески в силу того, что я его знаю там с малых лет. Хорошо, но вот... Ну, конечно, его поступок... Мы беседовали с Алексеем Паниным, и он вот сказал... Это большой авторитет, моральный большой авторитет. Тем не менее, он удивительную вещь, он сказал, что все пьют за рулем, имея в виду, видимо, все-таки ваш цех кинематографический, потому что... Я не знаю, если бы господин Панин, видимо, однозначно не только пьет за рулем, но и делает массу другого, что не надо делать. Я понимаю, это вообще не этот... Да не пример. Господин Панин, на мой взгляд, совершенно разложившаяся фигура. Как мне сказали, он меня... Когда он станет президентом, он меня посадит. Вы знаете? Нет. Да. Вы же сыграли в его судьбе какую-то роль. Я госпремию ему устроил. Вот именно. Я был продюсором звезды. Фильма звезды, где была у него единственная приличная роль, и когда стоял вопрос, там мы выдвигались на госпремию, и было еще там определенное количество, одного там не вмешаем. Я говорю, ну, кого вы впишете? Ну, может, вот... Ну, я думал, вроде неплохой парень. Я вписал Панин, он получил госпремию Российской Федерации. Вы, знаете, не беспокойтесь, он президентом не станет, потому что он нам сказал, что он эмигрирует в ближайшее время. Это будет большое счастье. Это будет большое несчастье для страны, куда он попадет. Это будет... Я не завидую. Ему надо не обнародовать это. Ну, правда, он не такая фигура, которая... Ну, я должен сказать, да нет, ну, зачем говорить? Ну, масса из нормальных людей, да, есть, которые... Ну, и не только деятели культуры. К сожалению, мне кажется, деятели культуры вот порой такими необдуманными заявлениями бросают тень на всю нашу культуру. У людей, так сказать, представление, что все, кто хоть как-то связаны с этим, обязательно. Пьяница, которая за рулем пьяная, наркотики употребляет. Нет, нет, я знаю, много нормальных людей, большинство, они не пьют, они не потребляют наркотики, ну, ну, поэтому, с другой стороны, есть и не деятели культуры, которые пьют. Знаете, в ваших интернетах любимых, помню... Они не любимые, я имею в виду, что вот по кино они... Ну, вы их упоминаете постоянно, мы от них деться не можем от этих... Нет, ну, с этим ничего не поделали. Была целая волна такая, когда другой уехавший артист, кстати, тезка Панина, Серебряков, он сказал, что, ну, нашей идеологией национальной является хамство и что-то такое, и очень много было рассуждений, что вот зачем вы, ну, вы режиссер и его снимаете, потому что вот он так русофоб, разве позиция личности какой-то должна отражаться на каких-то профессиональных аспектах, разве вы, как режиссер, учитываете настрой того или иного актера, когда приглашаете, когда делаете кастинг, приглашаете роль, вы думаете о том, как он относится к там хэштегу «Крым наш» или это... Наверняка ведь нет. Нет, с этой точки зрения нет. То есть вы считаете, что это неправильно и по подходу человека осуждать за... Ну, я могу сказать, я тоже высказывался по этой теме, я не приемлю эту позицию, и хотя я считаю, что, ну, понятно, что хамов, да, хамы есть, но если бы он сказал, слушайте, у нас вообще-то много, но как бы получалось его высказывание по поводу всех, ну, я не считаю себя, что я хам. Я не считаю вас. Но это неудачная формулировка. Ну, если неудачная формулировка, то, по идее говоря, нормальный человек должен извиниться и сказать, вы знаете, вы неправильно меня поняли, я не имел в виду тотально всю нацию, я имел в виду, что, ну, да, а кто будет спорить, что это есть? Ну, в конце концов, я, да, я не в том смысле, что лишать его работы как-то и такой... Но я могу сказать однозначно, если бы он это сказал в Голливуде про Америку, у него не было бы шансов вообще. У него не было бы шансов вообще, не просто не было бы, его бы просто уничтожили, его бы просто уничтожили. С ним было бы то же самое, что произошло со Спейс, со Стрэйси, по другому поводу, как его... Кэйси Кэвин Спейси. Кэйси Кэвин Спейси, замечательный артист, на мой взгляд, покруче, понимаешь, которого практически уничтожили, его вычеркнули из американского кино и фактически это... Это там эти вещи не проходят, это надо сказать, у них это... Все-таки в чем-то, если мы говорим про киноиндустрию, в чем-то мы значительно лучше Голливуда, получается? Ну, гуманнее, 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 гуманнее. Нет, там это я могу однозначно сказать, что если бы он заявил такое про Америку, все, его карьера была бы перечеркнута. Навсегда, и он бы никогда не поднялся. Ну, и финальный вопрос, очень неожиданный, острый и редкий. Какие ваши творческие планы? А, ну, я сейчас один продюсерский проект, в общем, так вроде разработали мы. Я надеюсь, что начнутся съемки, может быть, осенью начну. Ну, не сам снимать, другой режиссер снимать. А свои планы, не знаю, посмотрю, как нащупаю. Есть у меня какие-то идеи, но пока я не готов их обнародовать. Но потом у меня довольно много планов, связанных с масс-фильмом, потому что у нас, надо сказать, довольно масштабное строительство сейчас идет, и я надеюсь, что это бы осуществится. Большой киноконцертный комплекс, павильон. Мы построили уже один павильон, и еще одно здание. Вот если это все будет, это будет... А если это будет, то будет когда? Ну, в принципе, я рассчитываю, что к концу этого года уже будет остов, а потом начинка, там же электроника, это будет киноконцертный комплекс, четыре зала. Ну, я рассчитываю где-то к концу следующего года. А мы рассчитываем к концу следующего года снова увидеть вас. Мы к вам придем, вы к нам приходите. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...